Генеральный директор Фондока. Мое первое образование-то агроном. И вот так судьба распорядилась, что как вошел в лес, так из него выйти не могу уже. Расскажет о пути длиною в 4 года. Период подземного центра подходит к концу, уже есть какой-то рост, и мы с оптимизмом смотрим завтрашний день. И переезде в Бобруйск. На тот момент Николаю было около 4 лет. Приходилось уезжать рано утром, в 5 утра, когда он спит. Опишет свой стиль руководства. Как обычный козерог, я если что-то хочу добиться, я все равно этого добиваюсь своим упорством. Один день. Придя на работу, как правило, иногда я сам провожу планерки. Единственный диагноз. Да, наверное, уже могу себя считать бобруйчайнее. Смотрите прямо сейчас. Сегодня мы в кулуарах одного из старейших предприятий города – Фондока. В этом месяце он отметил 90-летний юбилей. За годы существования завод пережил и взлеты, и падения. Сегодня у руля открытого акционерного общества стоит Андрей Протенков – знаковая фигура для деревообрабатывающей отрасли нашего города. Мое первое образование – это агроном. И вот так судьба распорядилась, что как вошел в лес, так из него выйти не могу уже. Андрей Протенков – генеральный директор ОАО «Фондок». Родился в 1970 году в деревне Теребель Пуховичского района Минской области. Окончил белорусскую государственную сельхозакадемию по специальности агроном. Работал в столичном лесходе. Начальником маркетинга в Беллесэкспорте. Возглавлял совместное белорусско-эстонское предприятие «Эстабир». Был начальником управления деревообрабатывающих и мебельных производств в концерне «Беллесбомпром». Женат трое сыновей. Сегодня мы расскажем о человеке, которого судьба связала с Бобруйском. И узнаем о переменах, произошедших за 4 года его управления одним из знаменитых предприятий нашего города. 4 года назад Андрей Иванович приехал из столицы Бобруйск, чтобы поправить дела предприятия, которое тогда переживало сильнейший финансовый и производственный кризис. Признается, думал задержаться здесь только на месяц, а получилось, что остался на годы. Просто перестал для себя расценивать, что это как бы наказание для меня, либо какая-то ссылка. Я просто загрузился, включился в работу. Через полгода ситуация немножко пошла на поправку, ну и тогда уже было принято решение, что я все-таки остаюсь. В деревообрабатывающей отрасли наш герой больше 20 лет. Человек в этой сфере опытный и знающий. За время своей работы на фондоке ему удалось сплотить коллектив и создать крепкую и надежную команду помощников. Как результат, дела предприятия пошли в гору, ведь главный ресурс любого производства – это прежде всего люди. То, что тогда меня убивало в 2015 году, все равно, что происходит, мне все равно. Сейчас люди, они как бы держатся за свое место, они гордятся предприятием, как бы нет такой в глазах безысходности. Это, наверное, самое большое достижение. Прошлый год для фондока с финансовой точки зрения стал лучшим за последние 20 лет. Причина тому – завершенная модернизация и, конечно, усилия работников. Плюс ко всему с появлением системы видеонаблюдения выросла и выработка. Андрей Протенков говорит, для него, как руководителя большого предприятия, это огромное подспорье. Директор у себя в кабинете в режиме онлайн может наблюдать за всеми основными производственными процессами, которые отображаются на экране. Это дисциплинирует людей, потому что любой специалист, сидя у себя в кабинете, может включить и видеть, что происходит в общем-то в цеху. И люди это тоже чувствуют. Это существенно подспорье. Но все равно нужно пройтись, посмотреть, что происходит вживую. И это дает как бы полную картину того, что происходит на предприятии. Стиль своего руководства Андрей Иванович характеризует как демократичный. Он убежден, при грамотном подходе к нот не нужен. Главное – изначально расставить все акценты и донести до подчиненных свою точку зрения. У меня полное доверие специалистам. И если бы загрузить все на себя, все процессы, то, наверное, ничего бы в жизни не получилось. Управлять таким предприятием, как бы такими авторитами. Можно управлять, как называется, с броневика 10-20 человеками, когда раздавать непосредственно, ставить задачи. А здесь идет доверие специалистов. Я просто определяю направление и в конечном итоге спрашиваю с них, почему это не сделано. И я думаю, что они… То есть такая практика себя оправдывает. Правая рука шефа – зам по экономике и финансам Татьяна Хиневич. На предприятии она трудится уже больше 30 лет. Андрей Портенков – пятый по счету директор, с которым ей приходится плотно работать. Вспоминает, как он пришел на фондок в самое сложное время за всю историю предприятия и буквально поднял его с колен. Это человек, с которым очень комфортно. Он простой человек, доступный. Он с первого слова понимает, что ему говоришь. Легко общаться не только работникам, руководящим, занимающим должности, но и прямым, рабочим. Для героя очень почетно руководить заводом с почти вековой историей. В своей работе он бережно и с уважением сохраняет лучшие традиции фондока. Сегодня здесь трудится более 1300 человек. Около 400 из них – это молодежь до 30 лет. Посещение цехов у него заведено в каждодневную практику. Несмотря на систему видеонаблюдения, считает личное присутствие на производстве своим долгом. Корпоративная культура, заложенная лет 50 назад, она жива, она сохранилась, сохранилась преемственность. И вот это, наверное, таким значимым плюсом является у нашего предприятия. Существует очень тесная связь между нынешним фондоком, работающим, и нашими пенсионерами, которые ушли на заслуженный отдых. Они очень живо интересуются, то есть фактически в курсе всех событий, что происходит на заводе. То есть это дорогого стоит. И молодежь, которая подрастает в таких вот условиях, она тоже поддерживает эту корпоративную культуру. К слову, сегодня продукция фондока отправляется на экспорт в 36 стран мира. Основа предприятия – производство фанеры, которое является визитной карточкой компании. А также мебель, столярные плиты, пиломатериалы и ДСП. А недавно здесь освоили художественную линию и стали выпускать гравюры при помощи станков с числовым управлением. Заготовки вручную дорабатываются резчиками по дереву, которые трудятся на предприятии. Как правило, это подарочная продукция. Кстати, в коллекции первых лиц нашей страны также есть такие картины. Стоит отметить, что именно при Андрее Портенкове на свит появился пленэр резчиков по дереву, который обрел статус республиканского. В нынешнем году на базе отдыха Верхки он прошел уже во второй раз. С каждым годом этот творческий форум набирает обороты и выявляет новые таланты. Порисполком организует тоже такой же пленэр мастеров по керамике, арт-жижаль. Ну, как идея, это и послужило идеей. Почему бы не попробовать себя вот в дереве, тем более, что у нас направление деревообработки. Как оказалось, довольно много у нас в республике интересных людей и как бы больных даже я бы назвал этой идеей. Вот, то есть тех, кто поддержал эту идею, нашлось немало. И радует то, что вот эта идея уже воплощена и набирает обороты и проявляется интерес к этому. Наш герой не только грамотный, опытный руководитель, который болеет душой за свое предприятие. Он также прекрасный муж и отец троих сыновей. Недавно его супруга Наталья и любимец семьи Коля стали новоиспеченными бобруйчанами, переехав из столицы в наш город. Все это время Андрей Иванович жил на два дома, каждые выходные приезжая в Минск родным, а затем обратно возвращался в Бобруйск. Спустя несколько лет семья, наконец, воссоединилась. Мы переезжали 4 года. Ну, конечно, большая счастья из-за того, что старшие дети еще учились. Как бы мне было тяжело их оставить. Но в этом году уже средний мальчик поступил в универ, пошел на работу, и я их со спокойной душой оставила в Минске. И мы уже с малышом переехали сюда. На тот момент Николаю было около 4 лет. Приходилось уезжать рано утром, в 5 утра, когда он спит, поскольку он все время как хвостик за мной ходил. То есть для него это был такой удар, что папа уезжает, вот это было как-то такое вот чувство. Ну, в этом плане было тяжело, конечно. Самому же герой переезд дался вполне легко. Ему вообще больше нравится тихий размеренный уклад жизни, который как раз и можно ощутить здесь, в городе на Березине. Место жительства накладывает отпечаток на судьбу, говорит Андрей Портенков. И за эти годы он уже, можно сказать, сороднился с Бобруйском. В Бобруйске люди, я бы сказал, чуточку добрее, очень патриотичны к своему городу, но в то же время они во многом такие... Вот если есть такое слово «померковность», то вот в Бобруйске это явно проявляется. То есть они все-таки, никто никуда не торопится, все померковные, все очень неконфликтные. Причем это не только, вот я вижу по рабочим моментам, что люди вот как-то воспитаны избегать всяких конфликтов. Город большой, потому что я его вчера отвезла в гимназию. На обратном пути не нашла остановку и шла. Возьмем остановок, домой пешком, посмотрела город, красивый город, особенно, да, центр, конечно, старинный, очень красивый. Супруге вместе больше 20 лет. Наталья Портенкова признается, мужа ценит за хороший характер и человеческие качества. Если у них случаются ссоры, первым мириться всегда идет Андрей Иванович. Вынужденная разлука помогла обоим осмыслить многие вещи и осознать, что семья – это огромная ценность. Быть вместе для них – самое большое счастье. У Андрея Портенкова много идей и планов, которые он собирается и дальше воплощать в жизнь. Пожелаем нашему герою и его предприятию дальнейших успехов и процветания, а еще семейного благополучия. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова